Меня зовут Вика, мне 16 лет и я учусь в школе 1501 в классе CCN. Я давно думала насчет образования за рубежом, и именно Китай показался мне страной, которая обеспечит мне достойное будущее. Мы долго обсуждали этот вопрос с моими родителями, и мы вместе пришли к такому решению. У нас есть три профиля – бизнес, гуманитарный и наука и инженерия. В среднем у науки и инженерии где-то по 8 уроков в день, 2 раза в неделю у меня 9 уроков. У бизнеса по 9 уроков в день, они больше загружены. У гуманитариев примерно так же, как у меня. Поначалу было очень трудно привыкать к такому расписанию, потому что к концу дня ты уже эмоционально устал. Тебе тяжело изучать что-то, общаться с людьми, и ты приходишь домой, и тебе хочется просто побыть в одиночестве. Но со временем, вот, например, сейчас, на третьей неделе, ты уже ждешь того, когда ты пойдешь в школу, потому что тебе нравится общаться с людьми, тебе нравится изучать китайский в таком объеме. Изучаем мы его каждый день, и не один урок, а по 2, по 4, по 3. И ты привыкаешь к этому, ты начинаешь любить, ты входишь во вкус. Моя учительница Алла Владимировна, она очень строгая, но я ее люблю, поскольку я ни разу не встречала учителя, который настолько терпелив к нам и повторит слово хоть 20 раз, если мы не можем его произнести. Она очень добрая и внимательная человек. Это очень сильный преподавательский состав, который заинтересован в своем предмете, он его любит, и они хотят донести до нас то, что нам нужно для сдачи экзаменов в жизни в целом. Мы изучаем китайский с начала сентября, то есть уже больше трех недель. На китайском языке ты очень много говоришь. То есть здесь система построена на том, что мы изучаем новое слово, и мы его много раз повторяем. Ты быстрее начинаешь понимать слова и запоминать иероглифы. Честно, я ожидала, что будет сложнее, но он показался мне настолько интересным, что он со временем становится все легче и легче его изучать. Например, запоминание китайских иероглифов, оно поначалу, ты не можешь их запомнить вообще. То есть ты слышишь слово, ты знаешь его перевод, но ты пытаешься написать, и у тебя не получается. И вот это умение, оно приходит только со временем. То есть раньше, чтобы запомнить иероглиф, я не знаю, тебе нужно написать его 20 раз. Сейчас ты уже посмотришь на него, напишешь 5 раз, ты можешь его использовать в своей речи. Сижу в интернете, и зачастую я вижу, например, картинки с китайскими надписями, я уже вижу знакомые иероглифы, ключи, я могу даже догадаться значение этого слова. Это настолько интересно, это настолько мне нравится, что я уже не могу просто отказаться от этого. Это настолько... Ну я могу. Да. 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 Продолжение следует...